В Кыргызстане все больше родителей привлекают своих детей к занятиям спортом. Так, одним из популярных видов спорта сейчас считается большой теннис. Многие всемирно известные звезды кино и эстрады, политики увлекаются этой игрой. В последнее время любительский теннис, а также профессиональный, стали популярнейшим направлением активного отдыха, доступным для всех слоев населения и возрастных групп. Благо, для этого есть все условия. С подробностями Эльнура Молдокадырова. Несмотря на свой юный возраст, он уже завоевал немало наград и званий. Не раз поднимал флаг Кыргызстана на международной арене. 15-летний Миргияс Миржалиев. Чемпион Азии среди юниоров по теннису. Реакция у него очень быстрая. Мяч чувствуют издалека. Ты должен принимать очень быстрые решения, конечно, и это все доли секунды. Шахматы на ногах. Именно так характеризует теннис. В ребенке он развивает координацию, зрение, все мышцы тела. Сопровождаю. Сильно не бей. Здесь очень важен тренер, который, если что, подбодрит, поднимет настроение, научит всем азам этой английской игры. После тренировок даже больше сил появлялось. Бегаешь, чувствуешь себя на месте как бы. И с ракеткой одно целое. Мне очень нравится играть в теннис большой. Спортсмены, депутаты и горожане призывают всех больше заниматься спортом. Модно все. Футбол, плавание, теннис, йога. Немногие знают, что в центре Бишкека к услугам, например, теннисистов, инфраструктура с современными кортами, инвентарем и экипировкой. Чуть-чуть идет спад интернет-клубов и подъем таких спортивных школ. Я смотрю, это замечательные корты. Один из лучших, наверное, кортов у нас. Теннис – азартная игра, помогающая выплеснуть накопившиеся эмоции. В центре города открылся новый теннисный корт для детей и взрослых. Он соответствует современным европейским стандартам. Здесь хард-покрытие, безопасное для ног и удобное для игры. Мы делали полтора года. Это, на самом деле, очень сложная система. Сначала была бетонная подстилка, потом мы асфальтировали полностью все это. Потом сверху из Италии пришло покрытие, вот эта резина, где-то около восьми слоев мы покрыли этим покрытием. Большой теннис становится все доступнее. Например, полуторачасовое занятие вместе с тренером обойдется всего в 300 сомов. Научиться владеть ракеткой можно в любом возрасте. Но чем раньше, тем лучше. В шесть-семь лет приводили детей и как бы нормально. А сейчас надо еще на полтора-два года раньше приводить. Тогда будет, когда ребенок не успевает привыкнуть к этим гаджетам, он больше приобщается к спорту. Для девушек и беременных предлагают полетать. Флай-йога – новое модное направление. Тут можно получить сбалансированную нагрузку на все группы мышц. Гарантируют обретение идеальных пропорций тела и отличного самочувствия. Растягиваем связки, растягиваем мышцы и суставы, разрабатываем. Потому что за счет разработки и упражнений легче ходить элементарно. В общем, спорт сейчас позволяет не только похудеть, но и психологически разгрузиться и зарядиться положительными эмоциями. Эльнура Молдокадырова, Аскар Улан-Улу, Общественный Первоканал.